Привет! У нас сегодня на обзоре бинокль сайт Алиэкспресс. Давно хотел что-то из подобной оптики, чтобы это не было какой-то дешевизной, но и чтобы не были деньги, выкинутые зря на ветер. Кажется, нашли такой оптимальный вариант с множеством количеством положительных отзывов на сайте Алиэкспресс. По средней цене 19,76 и платная доставка, например, в Украину 5,48. Приходит, запакован он вот в такой вот большой защитный кейс с китайским воздухом и вот в такой вот упаковке. С виду, даже кроме как вот этих вот значков, ничего и не выдает, что здесь бинокль. Тут турист-альпинист, здесь поход, здесь наблюдение за животными или же путешествия. Ну а где будете применять его лично вы, конечно же, напишите в комментариях и поделитесь, если приобретете отзывом. Если вы посмотрели наш обзор, купили его, получили, то вернитесь, напишите отзыв и будем рады. Это очень важно и поможет другим. Итак, смотрим. Внутри. Опа! Это подарок. Попробуем. Свисток из алюминиевого сплава. Слушай, отлично. Брелок. И если вдруг вы не умеете свистеть, вот так вот примерно, то можно использовать вот такой вот свисток. Это хорошо. Спасибо. Приятно. Дальше в упаковке лежит бинокль. Здесь он запакован. Отлично. Он имеет собственный кейс. Здесь небольшая инструкция, чтобы настроить бинокль, чтобы два круга соединились в один. Зрительно внутри упакован. Отлично. Это для протирки и держатель. Кейс простой, но практичный. Будет защищать от внешних потертостей. Даже есть ручка. Это значит, что через плечо и вперед путешествовать. Здесь у нас на липучке. Отлично. Это огромный плюс. Внутри в пакете находится салфетка для протирания линз и ремешок, чтобы держать на себе уже, на шею повесить сам бинокль. Для этого на бинокле есть вот эти вот выступы. Видите, здесь отверстие есть. Зацепить и вот так вот он будет прилегать к вам. Линзы защищены дополнительными чехлами. Они идут в комплекте. Они не снимаются легко, но и жесткости особо нет. То есть, сами по себе они не будут отваливаться. Конечно же, лучше их использовать, чтобы они не пылились. Части самого бинокля какие-то будто бы прорезинены. Чехлы из мягкого пластика, чтобы защищать линзы. Линзы здесь необычные. Покрыты специальным напылением, благодаря чему не так будет улавливаться ультрафиолет. И очень отчетливо передавать картинку. И с обратной стороны у нас двойная. Здесь у нас она держится за счет того, что мы просто ее вот так одели. Она болтается. Но теперь надо еще и раздвинуть по бокам. Вот так. Теперь она здесь будет плотно держаться. Снимаем ее. Эти части резиновые. Благодаря чему, если смотреть внутрь, глаз не будет иметь какой-то дискомфорт. И будет закрывать от постороннего света. Регулировка есть, чтобы подстроить расстояние. Ведь глаз у всех разное. От детей до взрослых. И здесь есть регулировка фокуса. Поверхность здесь очень удобная. Прорезинена. Плавность вращения очень удобная. Но мы тесты, конечно же, проведем на улице. Обратите внимание, что его форма в большой руке очень-очень удобная. Вот эти части специально для обхвата руки. Как бы вы его не держали, его тяжело упустить. Скажем так, все говорит о том, чтобы он здесь хорошо держался в руках. На корпусе слева нанесены бренд названия бинокля. А здесь его кратность 80 на 80. От 8 метров до 15 тысяч метров. Но я думаю, что это не метры здесь указаны. Это у нас что-то другое. Поэтому мы сможем более-менее все сами своими глазами увидеть, как это выглядит на деле. Вес бинокля 529 грамм. Увесистый. Обратите внимание, что эти линзы идут в этом направлении. А эти здесь сбоку. Поэтому и увеличиваются в размере. Благодаря этому можно настроить оптику под себя, так как вам удобно. Также для одного глаза справа идет подстройка одной линзы. Здесь у нас есть отметка плюс, ноль и минус. Пришлось немного повозиться еще с ремешком для удержания. Но думаю, вам поможет. В итоге результат, благодаря которому будет достигнута крепость и не потеряется. Вот эти защелки нужно именно вот так вот. То есть нижнюю ленту под низ внутрь просунуть. С противоположной стороны нашего села находится районный центр. Через речку мы попробуем понаблюдать. И увидим, как мы видим своими глазами вот с этого места, противоположную сторону и через объектив бинокля. Итак, переносимся в другую геолокацию. Сразу хочу обратить внимание на еще одну особенность. Вот здесь вот снимается крышка. И здесь есть резьба 1 к 4 для крепежа на штатив. И вот с помощью вот такого способа, с помощью переходников, в вашем же случае, возможно, будет что-то другое. Но сама суть, что здесь вот есть резьба и здесь есть вход. И сюда вы можете просто прикрепить. Главное, чтобы вот эта часть головки штатива сюда закрепилась. Вот он сейчас закреплен. Вы это видите. И он уже готов к тому, чтобы наблюдать. Давайте посмотрим, куда мы смотрим. Звучит как-то, ну, куда смотрим, посмотрим. Но сама суть. Вдали, видите, имеется вон белое здание. С той стороны. Это у нас больница. И сейчас покажу вам, как он отображает с той стороны ее. Вот уже виднеется. Видите? Если нажму фокус. Вот так вот. На штативе очень удобно, потому что сводится дрожание к минимуму. Никаких дрожаний нет. Вот когда я касаюсь самого бинокля, тогда да. Даже листочки отчетливо видны на дереве. Еще раз покажу, как сейчас я вижу. Вот, вижу я вот так. Кстати, расстояние до этого объекта 1760 метров. Теперь о кратности, да. Ну, мы сейчас еще куда-то заглянем, посмотрим, поднастроим. О кратности. На нем нанесено вот такая вот информация. На самом деле, ну, вот много почитав информации, сделать вывод можно следующий. Так как я не профессионал, поэтому много тоже исследовал, как же понять эту всю систему вычисления. Вычисляется следующим образом. То есть, диаметр... Первая цифра, это всегда кратность. По идее, вот он восьмикратный. Так вот, восемь крат, это значит, что если на расстоянии 100 метров будет стоять человек, то в бинокле вы его будете видеть, как будто он стоит от вас на расстоянии 8 метров. Вот эта цифра означает. Что дальше 15 тысяч означает, я не знаю. Но еще один факт интересный, что если диаметр, чем больше здесь диаметр внешнего вот этого оптического стекла, то значит, он будет лучше улавливать свет и четче передавать картинку. Эти линзы выкручиваются. Здесь есть специальные для этого вот такие вот выемки, чтобы туда отверточкой или чем-то аккуратно так поддеть и выкрутить по резьбе. И в случае надобности даже заменить, если вдруг какая-то поломка. Давайте еще что-то посмотрим. Вот, например, вот те здания вдали. Вот как я их вижу, так и вы сейчас видите. И мы сейчас туда настроим бинокль. Я уже настроил вот эти здания. А теперь смотрим сюда. Оп, оптика. Немного поднастроим. Отлично видно вблизи. Но думаю, что цель этого теста поможет вам понять, как он работает. Что он очень хорош по своей цене. Обладает такой хорошей сборкой, хорошим увеличением. Это, конечно, бинокль не ночного видения. Но думаю, будет справедливо показать в сумерках. Уже закат был. Потемнело. Небо. Ну вот видимость вот такая вот. И сейчас вдали вот там виднеется дымок. Видите? Там огонь. Там действительно огонь. Попробую телефоном просто приблизить. Вот так вот показывает телефон. А вот так вот показывает бинокль. Посмотрите, какая картинка четкая. И, то есть, как бы, вот этой вот линзы предостаточно, чтобы использовать ее в ночное время. И она достаточно, ну, нужный диаметр имеет, чтобы правильно поступал свет. И мы тогда видим вот такую вот картинку. Включу подсветку. Более так эффектно будет сказать напоследок, что бинокль, бинокль хороший. Напишите, что вы думаете в комментариях. Я вам благодарен за то, что уделили столько времени. Но, думаю, вы не пожалели. Всем хорошего вечера. Пока.